Всем привет, с вами Наташа Беларусь и я рада видеть вас на своем канале. Девчат, уже по традиции на моем канале я буду знакомить вас сейчас с белорусскими новинками. И лично, по моему мнению, это самый долгожданный и интересный запуск на белорусском рынке, ну по крайней мере за последнее время. Сзади меня, кстати, красуется коробочка от компании Vitex и многие из вас уже прекрасно догадались, что я сейчас буду рассказывать вам о новых кистях от этого бренда. Также есть у меня и два спонжа, тоже все подробнейшим образом сейчас расскажу. У меня, кстати, в той коробочке полностью коробка заполнена новой косметикой от компании Vitex, но сегодня я хочу вам подробно все рассказать о каждой из этих кистей. Рассказать о качестве, рассказать о применении, о ворсе, натуральной, синтетической, что понравилось, что не очень понравилось, для того, чтобы каждый из вас смог по моему видео определиться, надо вам что-то, не надо, хватает вам всех кистей для работы или для макияжа, для себя, или что-то вам однозначно пригодится из этой коробочки. В общем, давайте приступать. Первым делом, каждая кисть у нас в компании Vitex выполнена была, вернее упакована была вот в такую вот пластиковую упаковочку. У нас вышло 13 кистей, все они пронумерованы от 1 до 13. Давайте, наверное, мы и будем с вами описывать каждую кисть по тому, как нам пронумеровал их производитель. По поводу того, где произведены изготовитель, написано Южная Корея, адрес производства Китай по заказу город Миск, Vitex. Поэтому это китайские кисти, китайско-корейские, что ли, кисти, можно так сказать. Меня лично это особо не смущает. Каждая кисть выполнена в очень приятной и гармоничной такая, да, оформлении. Мне понравилось оформление, знаете, часто белорусские производители грешат тем, что они хотят, знаете, все лучшее сразу. Вообще, мне кажется, русский народ, он такое, мы любим, да, все вот прям, весь хлеб свежий, да. В общем, здесь прям выполнено все очень стильно, мне понравилось. Сам ручка выполнена из такого плотного, красивого, матового оформления. Здесь у нас аббревиатура бренда Vitex. Руфил очень, кстати, такой стильный, тоже красивый, он так немного загинается. То глянцевый, сочетание матового и глянцевого смотрится круто. Ну и сама кисть. Давайте я буду описывать сейчас вам каждую кисть. По оформлению у меня нет никаких нареканий, мне кажется, что смотрится на самом деле очень круто. Первая кисть, вот здесь вот у нас сзади на обороте есть вся подробная информация про каждую кисть. И первая кисть, кисть номер один, написано у нас, что это кисть для тональной основы. И, девчонки, это не классическая такая кисть-лопатка, к которой мы привыкли, потому что классические кисти-лопатки, они обычно, ну, примерно вот так вот меньше. Здесь она довольно-таки крупная и большая. За счет чего, если вы не любите слишком мелкими, да, вот этими вот движениями наносить тональное средство, такая кисть мне нравится чуть больше. Единственное, что если вы покупаете такую кисть-лопатку в качестве самостоятельного нанесения тональной основы, ну, лично для меня это не самая любимая форма кисти для нанесения тонального средства. Но если вы пользуетесь такими кистями, то вам она однозначно понравится. Здесь у нас синтетический ворс-таклон, он правильно собран. Здесь, знаете, вот такая вот факелообразная, плоская сборка кисти, за счет чего он отлично набирает тон, хорошо его, в принципе, распределяет. Слегка полосит, но если вы будете потом еще пользоваться вот такой вот штучкой, заменой бьюти-блендеру, то у вас будет идеальное нанесение. Мне кисть понравилась, если вы давно искали подобный продукт, то однозначно можете обратить внимание. Также, что мне больше всего понравилось наносить и распределять этой кистью, так это, девчонки, консилер. Когда вы наносите консилер на зону под глазами и у вас консилер, который, допустим, очень быстро схватывается, то эта кисть вам просто помогает очень быстро распределять его по тем зонам, где она нужна. Плюс за счет того, что она такая вот правильно, да, у нас овальной формы, это опять же только помогает, никаких минусов. Мне понравилась кисть, если давно искали кисть-лопатку, то можете обращать внимание. Под номером 2 у нас кисть Buffett для тональной основы, то же самое. И, девчонки, первый раз, когда я увидела эту кисть, я, естественно, ее точно так же попробовала, это у нас синтетический ворс, я так понимаю, что это также таклон у нас. Я подумала, что она как-то, знаете, жизненько набрана. И я такая думаю, блин, опять белорусские производители сделали кисть, которая жидковата, опять она не будет ничего наносить. Но, девчонки, реально не было предела моему удивлению, когда я начала впервые наносить этой кистью тональный крем. Она настолько круто зашлифовывает, заполировывает тон в кожу. Я подумала, что, знаете, я наношу жидкий тон, поэтому она так хорошо с этим справляется. Нет, я попробовала более кремовую версию тонального средства, и с ней она тоже хорошо справилась. Поэтому теперь я могу сказать однозначно, что это, наверное, будет самая любимая кисть среди белорусского сегмента для нанесения тональной основы. Девчонки, с помощью такой кисти, это, в принципе, кисть кабуки, да, с помощью такой кисти кабуки у вас не возникнет вообще никаких проблем. Ни полос вам, ни пятен. Оно очень мягко, легко, круто зашлифовывает тон вам в кожу. Она наносит его достаточно тоненько. За счет того, что здесь вот такие вот закругленные концы, она не оставляет вам никаких пятен. Очень понравилась. Однозначно рекомендую для нанесения тональной основы. Кисть номер 3 у нас для пудры, и вот таким вот образом у нас выглядит кисть номер 3. Волосок, кстати, у меня здесь не из этой кисти, у меня волосок выпал вот из этой кисти. Я вам сейчас все подробнейшим образом расскажу. Здесь у нас компания Vitex решила сделать кисть для пудры со скошенным срезом. И мне это тоже самое понравилось. Кисть довольно-таки объемная. Она хорошо набирает пудру, она отлично ее распределяет. Опять же, кисть мягкая, она не поднимает. Знаете, есть кисти, если она слишком плотно набита или набита, в общем, не важно, она может поднимать тональную основу и создавать грязь на коже. Здесь у нас кисть, она не слишком плотно набита, она очень-очень мягенькая, за счет чего она хорошо справляется с этим, с задачей нанесения пудры. Для, кто-то любит такие пушистые кисти для нанесения бронзера, лично для меня, да, это слишком большая здесь поверхность. Я все-таки эту кисть предпочитаю использовать именно для пудры. Мне тоже понравилась довольно-таки неплохая кисть, если давно искали подобную кисточку, опять же, можете обращать внимание. Кисть номер 4 для пудровых текстур. И здесь у нас вот такая вот шикарнейшая, просто на самом деле шикарнейшая кисть. Среди белорусского сегмента ни у одного производителя нет именно такой формы. И за счет чего эта форма, она плоская, собрана она факелообразным образом, за счет чего ворсинки, да, они очень хорошо набирают продукт и сразу же дают вам мягкую растушевку. Плюс кисть правильно набита, она не слишком плотная, она очень мягенькая. Девчонки, этой кистью круто наносить румяшки, круто наносить бронзер. Даже можно, в принципе, если вы будете наносить под углом 90 градусов, вы можете свободно наносить ей и контур более точечно, более размашисто. За счет того, что она мягенькая-мягенькая, она на самом деле очень легко и круто наносит эти продукты. Для меня это супер мультифункциональная кисточка, могу порекомендовать ее всем. И это, наверное, ну, одна из самых любимых кистей среди этого запуска. Прям очень-очень понравилось, рекомендую. Кисть номер 4 для пудровых текстур. Кисть номер 5 для румян. И здесь у нас уже вот такая вот круглая кисть. Здесь у нас ворс дуофибра, смешанный ворс натуральной козы и синтетики. И здесь у нас круглая уже, если предыдущая кисть, она была плоская, здесь у нас уже именно круглая кисть дуофибра. Опять же, факелообразные формы. Вот с этой кисти вылазают, по крайней мере, пока она у меня сейчас новая, я еще пока ни разу не мыла, но немножко вылазают волоски. В принципе, для новой кисти это норма, но если она будет, конечно, лезть и дальше, я вам обязательно это расскажу. Мне понравилась эта форма за счет того, что это дуофибра. Такой кистью вы можете наносить как кремовые продукты, кремовые продукты будут очень мягко и растушеванно наносить с такой кистью, так и натуральный продукт. Натуральный продукт тоже хорошо работает именно с дуофибрами. Опять же, эта кисть на самом деле классной и удачной формы. В принципе, то же самое, что я вам только что рассказывала о своей любимой кисти уже от компании Vitex. Вы можете все то же самое наносить и вот этой вот кистью. Опять же, румяна, опять же, бронзер, опять же, скульптор. В принципе, даже хайлайтер можно нанести этой кистью. Тоже понравилось, тоже однозначно могу рекомендовать. Выглядит круто, в руке ощущается тоже очень удобно и приятно. И сама форма, и то, что она дуофибра, это тоже делает эту кисть мультифункциональной. Следующая кисть, кисть номер 6 для контуринга. И здесь у нас вот такая вот синтетическая кисть, плоская, и уже эта кисть чуть более плотно набита. Если вот эта вот кисть, она прям такая, знаете, пушистенькая-пушистенькая, и она набита не плотно. Кисть номер 4. То кисть номер 5 для контуринга, здесь она уже чуть более плотно набита, но не слишком плотно, которая не будет вам, в принципе, ставить пятно. Я для контурирования, для сухого контурирования больше предпочитаю натуральные кисти, но если вы хорошо привыкли работать именно с синтетикой, тоже можете обращать внимание, для меня такая синтетическая кисть хороша именно для кремовой контурной коррекции, такая кисть хорошо наносит, здесь неплохая плоскость, она не слишком большая, не слишком маленькая, будет отлично вам зашлифовывать продукт в кожу. Тоже понравилась, но больше все-таки рекомендую эту кисть именно для работы с кремовыми продуктами. Далее у нас кисть номер 7, веерная для хайлайтера, здесь у нас такая вот веерная кисть для хайлайтера и это точно так же синтетика, не знаю, девчонки, лично для меня вот такие вот веерные кисти, тем более синтетики, это в основной массе самые бесполезные кисти, которыми я вообще почти никогда не пользуюсь. Она в принципе наносит продукт, она в принципе неплохо работает и ей можно зашлифовать хайлайтер в кожу, но это однозначно не моя любимая просто форма. Если у вас нет кисти отдельной для хайлайтера, то ничего плохого я о ней сказать не могу, просто это мое субъективное мнение, что не самый удобный формат лично для меня кисти для нанесения хайлайтера. Далее у нас кисть номер 8, круглая для теней и вот здесь вот, девчонки, я вам могу сказать все то же самое, прям не слушайте меня сейчас дальше, бегите, берите, потому что их сейчас разметут. То же самое, что я говорила про вот эту вот кисть, вот эта кисть для глаз, для меня самая удачная среди этого выпуска, это синтетическая кисть, факелообразная маленькая собранная кисточка. Боже, насколько это классная кисть, девчонки, вот такая вот форма, она позволяет вам очень мягко растушевывать кремовую текстуру. Я люблю такими кистями наносить какой-то акцент в уголочек, вы можете работать как с кремами, так и с сухими тенями с помощью этой кисти, но кремовый продукт, часто кремовые тени достаточно сложно растушевать мягко границу, так вот с помощью именно этой кисти вы сможете растушевать абсолютно любые кремовые тени. Классная, удачная форма, она маленькая, с помощью нее вы сможете детально проработать какие-то нюансы, в принципе вы можете и в уголочек ей наносить супер мультифункционально, очень удачная форма. Как вы прекрасно поняли, что она мне на самом деле очень-очень понравилась. Следующая кисть, это у нас девятая кисть, плоская для теней. Вот таким вот образом выглядит у нас эта кисть, это уже натуральный ворс пони, это небольшая плоская кисть для нанесения теней. Кисть средняя по мягкости, это не самая мягкая кисть, естественно, но если сравнивать соотношение цена и качество, то это на самом деле очень неплохо. Она не слишком большая, не слишком маленькая, с помощью нее будет хорошо прорабатывать нижнее веко, растушевывать карандашик. Можно накладывать тени на все подвижное веко, за счет того, что это натуральный ворс, он будет хорошо прицепляться к ней, будут хорошо тенюшки и хорошо передаваться на веко. Кисть тоже хорошая, рабочая, опять же, могу вам однозначно порекомендовать. Кисть номер 10, это растушевочная кисть для теней, и здесь у нас вторая натуральная кисть для глаз. Это кисть из натурального ворса козы, и здесь кисть у нас, опять же, средняя по жесткости. Мне эта кисть также понравилась, если бы она была чуть-чуть более, сами вот эти вот ворсинки были чуть-чуть более длинные, то это была бы именно идеальная кисть для нанесения, да, вот этой вот орбитальной складки века и растушевки в кожу. Здесь ворс более короткий, за счет чего он более плотный, да, и такой кистью будет хорошо смягчать границы, растушевывать границы. В принципе, мне она тоже понравилась, опять же, для нанесения, для углубления теней в складку века тоже можно обратить внимание именно на эту кисть, довольно-таки неплохая. Кисть номер 11 для кремовых теней, вот таким вот образом выглядит у нас эта кисть, и это классическая кисть, лопаточка кремовая. Если искали, тоже мягенькая, довольно-таки упругая, будет хорошо наносить тень на все подвижное века, хорошо такой кистью работать с кремовыми текстурами. Кисть номер 12 двухсторонняя для бровей. Спасибо огромное, Витекс, что вы выполнили кисть двухстороннюю. С одной стороны у нас есть щеточка, которую вы можете расчесать ваши бровки, и с другой стороны у нас сама кисть. Сама кисть для бровей, она не слишком маленькая, знаете, вот здесь вот ширину у нее, она чуть более широкая, чем, допустим, кисть от Рилуи, моя любимая среди белорусского сегмента. Но если у вас широкие брови, и вы не любите возиться с такими мелкими какими-то деталями, то однозначно можете обращать внимание по поводу того, насколько тоненько ее можно собрать. В принципе, когда вы набираете продукт, допустим, помадку на кисть, она будет собираться довольно-таки в тоненькую. Но если вы работаете сухими продуктами, допустим, тенями, то она не самая тоненькая, вот это вот здесь основание. Опять же, если у вас широкие брови, то вам понравится, довольно-таки неплохая кисть. И последняя кисть, кисть номер 13, это вот такая вот плоская кисть. Здесь ворс, если сравнивать эту кисть с предыдущей плоской кистью, да, смотрите, он чуть-чуть более длинненький, и она поменьше. Такая кисть будет хороша для детальных проработок, плюс этой же кистью можно наносить и помаду. Она мне носила, кстати, производитель кисть для губ, да, она здесь у нас и указана как кисть для губ. Но она чуть-чуть больше, чем стандартные кисти для губ, довольно-таки удобно будет, знаете, сразу быстро прорабатывать всю поверхность губ. И опять же, на глаза то же самое можно ее использовать. Мне тоже понравилось, тоже могу вам порекомендовать. И два последненьких продукта. Это, во-первых, спонж для пудры. Вы знаете, классический, стандартный спонж. Если у вас испортился ваш спонж, то можете обращать внимание. Здесь у нас есть аббревиатура бренда. Выглядит довольно-таки неплохо, и никаких нареканий у меня нет. Единственное, что хотелось бы, чтобы, знаете, вот здесь вот эта вот ленточка была, тогда бы вообще бы я поставила 10. Так, 9 из 10. Соотношение цена-качество очень даже неплохое. Ну и последний продукт, я думаю, который вас будоражил не меньше, чем меня. И это спонж для макияжа, для нанесения кремовых и жидких текстур. И аналог ли это бьюти-блендер, однозначно нет. Он более резиновый и он более упругий. Но после того, как вы наносите на него влагу, он раздувается и становится значительно более мягкий. В принципе, наносить тон с помощью него можно. Он неплохо распределяет. Это не те прям такие, знаете, есть, когда с Китая заказываешь, я тоже самое много перезаказывала себе этих спонжей, которые совершенно ничего невозможно ими наносить. Ими просто избиваешь себя по лицу. Он не такой жесткий. Это что-то среднее. Но и, конечно, это не идеальная текстура. Среди белорусского сегмента, если сравнивать со спонжами от Рилуи, это чуть-чуть все-таки более мягкий, чем Рилуи. Поэтому, если и отдавать предпочтение, то лучше отдавать предпочтение спонжу от Витекс. Но имейте в виду, что, естественно, это не стопроцентный аналог знаменитому бьюти-блендеру. Вот и все, девчонки, что я хотела вам рассказать. Если была вам полезна, обязательно ставьте класс. Заходите в гости в ВКонтакте, в Инстаграме. Буду рада каждому гостю. Всем спасибо. Пока-пока. Продолжение следует...